Это другое выражение. Я вам оставлю его. Это очень важно. Посмотрите. Это высшие институты, высшие университеты библиотеки. Многие сегодня этого не понимают. Хорошее выражение, правда? Да, хорошее. Чтобы люди искали библиотеку. Слово библиотека, можно сказать, единственное слово, которое слово Библия в корне держит. Библиотека – это книга-хранилище. А Библия нам говорит о Христе, о вечности, о спасении. Как нам жить? Эта жизнь временная, ну, мгновение одно, и уже ничего нет. С Богом все несчастья по-другому смотрятся. Это Бог посылает для испытания. А неверующие начинают роптать. Я вот еду по Ставрополью, не знаю, в интернете, ругают Горбачева, а он ваш земляк здесь был. Не ругать надо, а молиться. Это ничего не даст. Он оказался на том месте, которое назначил Господь. Пришло время, но выполнено, и больше ничего не надо. И его добивать не надо. Он 80 тысяч лет. И мы молимся за него, чтобы он покаялся, познал Христа, душа его была спасена. Это и ему это полезно, и человеку полезно. Но я буду сейчас ругаться, вследствие. Что это даст? Ничего это совершенно не дает. Критиковать для этого ума много не надо. Правильно критиковать? Это много надо знать. И вот когда говорят, какие самые знаменитые люди 20-го столетия в России, я называю сложеницами Горбачевым. С сложеницами все в порядке. А на Горбачеву сразу, когда я разъясняю, что это по Писанию, это должно было быть, тогда как-то успокаивается. Вот это успокаивательное слово, оно находится в книгах. Это вопросы, 4 тысячи 100 вопросов. А в политике люди не разбираются ничего. Здесь вы распоряжаетесь, вы хозяева. Здесь не священник хозяин. Здесь вы хозяева. Это надо понимать. Здесь никто не ставил никаких начальников над вами. Вы должны много знать, чтобы людям дать нужную литературу. Чтобы люди Бога нашли, жили в мире любви. Это все здесь. Библиотекарь это, ну, можно сказать, самый образованный человек, там, как журналисты. Вот это в каждом томе книга, вот первая книга лежит вот эта. Я материал, собирал для нее 40 лет. Вот до этого у меня почти полвека ушло. Пока.